В детском саду номер 48 особое внимание уделяется здоровью детских зубов. Почему это так важно и как сохранить зубы ребенка здоровыми, смотрите в рубрике для вас родители. В среднем первые зубы у ребенка появляются в 5-6 месяцев. У кого-то это может быть чуть раньше или чуть позже. Это индивидуальные особенности каждого малыша. Первые коренные зубы появляются позади всех остальных молочных, обычно в 5-6 лет. Заботиться о зубах надо с раннего детства. Чтобы возникла полезная привычка и не появился карис и пульпит. Наше дошкольное учреждение уделяет большое внимание здоровью детей, в том числе и здоровью зубов. В этом году наша группа реализовала программу формирования привычки здоровья и сбережения зубов. Эта программа разработана здравоохранением Хабаровского края, Министерством здравоохранения Хабаровского края. Данная программа разработана, имеет 13 занятий практических, которые реализуются с сентября по май месяц. Цель данной программы – научить ребят, как правильно чистить зубы и навыкам чистки зубов. Эта программа была у нами маленько расширена, так как мы знаем, что ни для кого не секрет, что дети дошкольного возраста развиваются в игре. И наша программа была добавлена презентациями, видео различными, беседами, играми, дидактическими пособиями, которые мы изготавливали с детьми. И одна из игр, которую мы хотели вам рассказать, называется «Полезно-вредно». Ребята, давайте пройдем и покажем, как мы играем в эту игру. Идет мальчик, это хорошо или плохо? Плохо! Почему? Потому что зубы могут сломаться. Зубы могут сломаться, конечно. Слишком твердые нельзя грызть, тоже карандаши нельзя грызть. Еще одной из форм работы с детьми, это у нас было экспериментирование. Дети, экспериментируя, узнавали, из каких компонентов состоит зубная паста и для чего она нужна. Также мы использовали дидактические игры и пособия, изготовленные своими руками. Вот, например, с помощью пособия «Мистер Зубастик» и «Бегемотики» дети учились отрабатывать практические навыки чистки зубов. Ребенок лучше усваивает материал через игру, интересуясь и получая сильные впечатления. Игровая форма обучения способствует выработке полезных гигиенических привычек и навыков. Реализуя программу «Здоровые зубы», у нас ведется огромная работа с родителями. Это работа инновационная, то есть мы с родителями ведем такую работу. Называется «Почисти дома зубы, отправь нам фотоотчет». Родители контролируют эту чистку зубов дома и при помощи фотоотчета отправляют детей. Также у каждого ребенка имеется индивидуальный календарь, где они крепят на холодильнике, на какой-то доске, где отмечают чистку зубов как утром, так и вечером. Это было придумано все, конечно же, нами. Родители пошли нам на уступку. Также у нас имеется и календарь в своей группе, называется тоже «Здоровые зубы», где дети каждое утро, приходя из дома, вешают зубик веселый или грустный. Если они почистили зуб, они вешают веселый. Если не почистили, то грустный. Поначалу было очень много грустных зубиков, потому что дети признавались честно, что не чистили зубы. Но когда эта программа уже, как говорится, была реализована, была проведена большая работа, были проведены беседы, игры, естественно, на данный момент у нас все зубки только веселые. Также совместно с родителями у нас был сделан органайзер, в котором есть у каждого ребенка своя зубная щетка, свой индивидуальный стаканчик, свою зубную пасту. С помощью родителей мы это все приобрели. И сейчас мы это вам продемонстрируем. ДИНАМИЧНАЯ Мы приходим утром в детский сад и отмечаем на календаре зубов. плохие или веселые зубки. Если ты чистил зубы, то ты ставишь веселый зубок, а если ты не чистил, то ты ставишь плохой зуб. Мы идем в ванну, наливаем воды, потом подходим к раковине, берем щетку, открываем, мочим ее горошинкой, накладываем пастой, и круговыми движениями начинаем чистить зубы. Вверх, вниз, вверх, вниз. И когда почистили, мы смываем пасту, и чистили воздух, смываем пасту щетки, и полоскаем рот, потом полоскаем стаканчик и слаживаем все в кармашки. Сколько надо чистить в день зубки? Два, два, три минуты вечером и днем. Соблюдение гигиены полости рта и правильное питание помогут маленьким пациентам сохранить зубы здоровыми. Дарья Пушкарева, Юрий Щетина, телеканал Амурск.